Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, в США ограничили поставки мощных графических процессоров в Китае и Россию. В правительстве США считают, что новые требования предотвратят риски использованные указанные продукции в военных целях любой из стран. Nvidia признала в заявлении для SEC, что ограничение может помешать завершению разработки чипа H100. Nvidia может потерять потенциальный доход, если его китайские клиенты откажутся покупать альтернативные продукты или правительство не предоставит лицензию. Также в компании напомнили об остановке поставки продукции в Россию и ограничения коснулись также компании AMD. Также еще одна новость. По данным аналитической фирмы Sentiment, Ethereum демонстрирует исторический бычий сигнал на фоне мрачных настроений трейдеров. Так, не веря трейдеров, Ethereum очень сильно в течение торговой недели. Толпа сократила также продажи на всех биржах с максимальным коэффициентом с июня 2021 года. Исторически сложилось так, что в таких условиях рост цен более распространен. И согласно Sentiment, трейдеры также активно делают ставки против биткоина и продолжают открывать короткие позиции всякий раз, когда цены заметно падают. В то же время биткоин продолжает выводить с бирж, несмотря на волатильность его цен в течение последних нескольких лет. И биржевое предложение биткоина недавно достигло самого низкого уровня с конца 2018 года. Также еще одна новость. Криптомиллиардер Сэм Бэкман Фрид, глава биржи FTX, считает, что биткоин и другие криптовалюты снова начнут расти. И это может произойти достаточно скоро, так как много слабых рук было вымыто из крипты. Также многие криптовалютные компании разорились из-за резкого падения цен на криптовалюту. И он добавил, что многие вещи, которые нужно было убрать с крипторынки, были убраны из него во время недавнего обвала цен. И этот кризис краткосрочный, считает он. И рынок криптовалют начнет восстанавливаться, так же как и фондовый рынок. И биткоин даже на таком рынке демонстрирует устойчивость, что является многообещающим признаком. Также еще одна новость. Фонд цифрового фонда пишет, что CBDC будут играть решающую роль в новой глобальной финансовой инфраструктуре, в которой, несомненно, будут поддерживать технологии блокчейна, особенно компания Ripple. Но для того, чтобы действительно глобальная система работала, ключевое значение имеет функциональную совместимость, о чем всегда говорит Дэвид Шварц, технический директор компании Ripple. Также пользователь Cryptary пишет, что компания Ripple не хочет, чтобы цифровой актив XRP использовался только для денежных переводов, а скорее он будет использоваться в надежных экосистемах в разных отраслях. Также еще Ripple X показывает картинку с цепями. И пишет, что новое предложение для боковых цепей XRP Ledger предоставляет часть головоломки, называемого свидетелем, для упрощения реализации и повышения эффективности. И на этот пост пользователь Баба-Яга сразу показал отрывок от инсайтера Ripple Riddler, где он также показывал цепи. И в заключении видео я вам хотел показать знаки и символы в фильме Top Gun 2 с Томом Крузом. В данном фильме нам очень часто показывают символ Феникса. Его можно увидеть как на мониторах, так и на самолетах, а также на шлеме. Также показывает число 0.33. И как вы знаете, сейчас XRP топчется вокруг 33 центов. Также 33 это любимое число элит. И примечательно, что в группе пилотов среди парней есть одна девушка. И именно у нее мы можем видеть позывной Феникс. Хочу отметить, что во многих фильмах Феникс изображает именно девушкой. Также слово Феникс мы можем видеть на ее шлеме спереди. А сбоку мы видим несколько тузов пик. Как вы помните, я вам недавно показывал видео, что последний пост от Рипл Ридлера, инсайдера по XRP, в твиттере, был с картинкой как раз таки с тузами пик. И тут нам в фильме очень часто показывают Феникс, число 33, тузы пик, плюс постоянно есть отсчет до взлета, 3-2-1. И данное число мы видим в нике инсайдера по XRP второго аккаунта BearAbleGuide123, где его ник написан наоборот. И подведя итог, в фильме Топ Ган 2 нам снова показывают кучу символов и знаков. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Кто хочет может поддержать канал. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok